С такфляцией обычно борются с жесткой монетарной политикой. То есть, ну, тут единственный опыт, который существует в мире по борьбе с такфляцией, стоит в резком повышении процентных ставок, что обворачивается торможением производства. При этом, если у вас есть здоровые источники заимствования, вы можете стимулировать экономику бюджетом, но в разумных пределах, конечно, не с безумными бюджетными дефицитами. И тем самым через кризис, но такой не очень длительный, не длительную депрессию, а через такой резкий спад и реконструкция экономики, когда экономика начинает расти. Но я хочу напомнить, что все-таки стакфляция известна. Известен только один эпизод стакфляции, это 70-е годы, и выход, который был осуществлен Полом Волкером, который стал производителем Федеральной резервной системы в 79-м году, он был осуществлен именно таким путем. Это стоило место президенту Картеру, который не был переизбран, но внесло существенный успех в рейганомику. Во всем случае, Рейган в значительной мере за успех рейганомики обязан Полу Волкеру. И на первом этапе, как демонстрирует тот же опыт в Соединенных Штатах 81-82-го годов, что приводит к очень тяжелой рецессии. Но она может, скорее всего, окажется достаточно короткой, поскольку заложит здоровые основы для экономического роста. Тем более, это было бы осмыслено сейчас, поскольку спад связан с общим экономическим кризисом. И в общем, в этой ситуации у нас нет внятого ориентирования для кредитования. У нас проблема отсутствия кредитования связана не столько с процентной ставкой, сколько с непонятными экономическими перспективами большинства потенциальных заемщиков. В этой ситуации, профессионально цинично рассуждая, высокая процентная ставка была бы не столь разрушительна, как в условиях, когда процентные ставки играют активную роль. У нас они не играют такой активной роли в кредитовании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!